Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это же дневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 10 апреля и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые были обозначены в пятницу, это отметка 1.2290, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения с целями роста. Ближайшая цель – это уход выше максимальных значений конца марта, то есть уход выше уровня 1.2347 и движение далее в области 1.25. Данный сценарий будет являться актуальным в рамках часового таймфрейма до тех пор, пока мы торгуемся выше минимального значения вчерашнего дня, который был зафиксирован на уровне 1.2260. Пара британский фунт-американский доллар также продолжает свое восходящее движение. Вчера смогли мы преодолеть область сопротивления на отметке 1.4097, что открывает предпосылки для дальнейшего восходящего движения по паре британский фунт-американский доллар. Среднесрочные цели роста – это отметка 1.4240. Ближайший разворотный уровень на текущий момент располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера в понедельник на уровне 1.4078. Пара американский доллар и канадский доллар вчера попытались перейти в фазу восходящего движения, попытались закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 1.2794, но к концу торговой сессии уже на американских торгах мы обновили минимальное значение пятницы и тенденция нисходящего у нас вновь возобновилась и на текущий момент она сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 1.2627. Отмена нисходящего сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашней торговой сессии понедельника, которые были на уровне 1.2818. А по паре американский доллар и японская иена на текущий момент тенденция восходящего у нас сохраняется. В рамках часового таймфрейма вчера мы видели уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, но сегодня с утра торгуемся уже вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. В данном случае, если пара американский доллар и японская иена сможет закрепиться выше максимума в понедельника, то это сохранит восходящий сценарий с целями роста до 1.0845. Если в свою очередь последует вновь обновление минимальных значений понедельника, то в этом случае мы можем ожидать снижения в области 1.570 и 1.10458. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Сегодня с утра мы уже торгуемся выше максимума, которые были зафиксированы в пятницу и понедельник. Ближайшие цели роста – это, во-первых, уход выше уровня 77.43, максимальные значения, которые были зафиксированы 5 апреля, и движение далее на 78.14. Среднесрочные цели – это область 79.54. Ближайший разворотный уровень по данной ситуации находится на минимальных значениях понедельника – это отметка 76.49, поэтому если говорить о продажах, то только после преодоления данного минимального значения. По паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 86.60, и далее следующий уровень – 85.94. Ближайший разворотный уровень располагается на максимальных значениях, которые мы видели на прошлой неделе – это отметка 87.49. Золото вчера смогло закрепиться выше максимумов, которые были сформированы в пятницу – это отметка 1335 долларов за тройскую унцию, что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу восходящего движения с целями роста до 1348 и 1358 соответственно. Ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма мы отмечаем на минимальных значениях понедельника – это отметка 1326. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая по золоту сохраняется. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра уже обновили максимальные значения, которые мы видели на прошлой неделе, ушли выше отметки 6956 и движемся по направлению 7172. Именно там располагаются среднесрочные цели по нефтемарке Brent. Ну а ближайший разворотный уровень остается прежний – это минимальные значения 4 апреля, 6 апреля, область 6752. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. По индексу DAX восходящая тенденция также сохраняется. Ближайшие цели роста у нас находятся в области 12866, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы на прошлой неделе – это отметка 12111. По биткоину на текущий момент тенденция восходящая среднесрочно сохраняется. В рамках часового таймфрейма мы вчера попытались уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на выходных, но здесь отмечаем более важный среднесрочный уровень – это отметка 6419 долларов за один биткоин. Пока торговля идет выше данного значения, среднесрочная тенденция остается на укрепление с целями роста до 7468. Это максимальное значение начала апреля и среднесрочная цель – это 10635. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк, если вам это видео нравится и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.